Всем привет! В этом ролике я вам расскажу, почему не нужно покупать тягач в начале вашей карьеры дальнобойщика. На этом вы сможете неплохо так сэкономить деньги, да и в принципе это очень будет выгодно для вас и для вашей работы. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. А в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Войдите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, бейте с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, начнем с того, что раньше вы вкачивали 30 скилл дальнобойщика и вам на фуру давал сюда чип транспортной компании. Потом эту возможность как бы убрали, из-за этого появился спрос на личные тягачи, но вот совсем недавно, а может быть и давно, я не знаю точно, эту систему вернули. Но теперь чип на фуре ТК работает с 15 скилла. То есть вы берете, качаете 15 скилл дальнобойщика и вы идете в транспортную компанию и на любой фуре, которая там будет, у вас будет работать чип. То есть вы будете ездить как обычная фура, как личка, понимаете? У вас скорость будет такая же. Ну что ж ребятки, теперь давайте я наглядно вам покажу, как это все работает. На личном примере я нахожусь в транспортной компании Darkness. И сейчас я вам в принципе покажу, как вообще это работает, как это происходит и так далее. Выбираем автопарк и здесь как бы в этой компании есть различные фуры. А именно два варианта. Это магнум, который из 160 и есть газон, который из 160. Я спрашивал именно у ребят, у которых там до 20 скилла. То они говорят, что чип работает именно с 15 скилла. Берем получается газончик. Давайте взять для работы. Да, чип у нас как бы есть. Если вы обратите внимание на спидометр, то горит получается первый чип. Это красная молния. Давайте затестим как бы максималочку. Я вам покажу то, что реально этот газон едет так же само, как газон, который вы купите личный. Максималка 162, не 165. Я немножко ошибся, извиняюсь. Ну а теперь давайте я объясню, почему не нужно покупать себе тягач и как вы будете экономить. То есть вы просто берете, идете в транспортную компанию. Качаете 15 скилл и вы можете просто постепенно копить денежку. Для того, чтобы уже потом в будущем купить себе личный тягач на третьем чипе нитро. Самая имбовая машина для работы это конечно же газон, который сейчас как бы у меня. Плюс газона в том, что у него нету прицепа и у него нету комиссии. То есть если вы состоите в транспортной компании, то естественно у вас комиссия будет. Но если вы будете работать от себя, то вы будете получать полную сумму за каждый рейс. Также вы будете экономить в том, что вы можете заправляться от транспортной компании. Вы просто пишите цеменю, нажимаете топливо, заправить транспорт и можете как бы заправить абсолютно бесплатно. На ремонт целостности вы не будете тратить деньги. То есть это реально очень хорошая экономия. То есть еще раз, какие плюсы вы получаете от того, что будете работать в транспортной компании. Вы получаете бесплатно фуру, качаете 15 скилл, у вас будет чип и вы будете ездить так же самое, как личные тягачи. Топливо у вас бесплатно, вы можете просто подержать и постоянно заправлять свой автомобиль, на котором вы работаете от транспортной компании. Целостность вам чинить не нужно. То есть деньги вы будете тратить просто на ремки и на штрафы, если вы будете их получать. Я кстати забыл вам показать свой скилл. Скилл у меня 117. Именно 15 скилл как бы себе выдать я не смогу, чтобы вам точно показать. Чип работает именно с 15 скилла. Мне ребята и на стриме говорили, и в игре я у пацанчиков спрашивал. Поэтому это точная информация. Давайте теперь немножко поработаем. Я сейчас посмотрю, где есть рейсики. То есть вот есть лесоруба, допустим, да? Поехали, возьмем рейсик. То есть, чтобы понимали, раньше чипов не было. То есть, ну, раньше не были, но потом их убрали. Из-за этого был большой спрос на личные тягачи. Но сейчас как бы наоборот сделали вот эту тему с 15 скиллом. И наоборот, сейчас на тягачи как бы цены упали. Потому что люди с радостью работают на фурах именно от компаний. Потому что у них есть чипы. Поэтому мой вам совет. Вы просто можете пойти работать с нуля в транспортную компанию. Качаете 15 скилл. С чипом, с кайфом ездите. Зарабатываете деньги. И потом уже через время покупаете личный чипы и нитро. Либо на третьем чипе и нитро. Главное просто катать короткие рейсы. И вы максимально быстро прокачаете скилл. То есть в этом тоже ничего сложного нет. Тем более для новичков это реально имба. Вам намного сейчас проще будет просто качать даже скилл. Потому что вы ездите так же само как и личный тягач. И вам не нужно там зарабатывать миллионы, чтобы купить себе личную фуру. То есть вы сможете работать просто бесплатно. Понимаете? Вы идете в компанию. Бесплатно берете фуру. Еще при этом вы будете получать премии. Еще при этом вы будете заправляться бесплатно. И не будете чинить целостность. То есть это реально имба, ребята. То есть для новичков это просто реально имба. Поэтому я вам реально просто советую. Если вот вы хотели реально начать качать дальнобойчика. Сейчас само время пока эту темку не убрали. Потому что все может быть. Рано или поздно могут там сделать это с 30 скилла. 50 скилла. Либо полностью убрать. Поэтому пока данная тема есть. Мой вам совет. Просто берите, пользуйтесь. Качайте скилл. Пока это возможно. Ну что ж, ребятки. Вот я поработал на фуре именно компании. Честно. Какой-то большой разницы для бодекомфорта я не почувствовал. Хоть у меня есть личный тягач. Фу, зеленый. Для новичков это реально будет имба. Которые не избалованы именно тягачами с этим чипом. Для них на первом чипе ездить вообще будет сказка. Поэтому, ребятки. Мой вам совет. Пока это работает. Пока это есть. Просто берите. Идите качайте. Как бы. На этом я буду заканчивать. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok